Спасибо, друзья. Где слова «привета», там улыбка для ответа. Слова отражают настроение говорящего и вызывают эмоции у слушающих. Слово «великолепный» — на мой взгляд, самое прекрасное слово, которое можно употреблять в вашей обратной связи с своим работником, своим друзьям, просто в разговоре. Оно сразу поднимает настроение, и это чувствуется. Те, кто употреблял это слово сегодня, они даже, наверное, почувствовали эмоциональный подъем от того, как это слово красит вашу речь. Речи были практически все великолепные. Благодарю особенно Александра за упоминание великолепных фантастов. Я обожаю этих людей точно так же, как и вы. Люблю фантастику. И не очень великолепные перспективы, конечно, рисовали с Валерией, я тут согласна. Но если говорить про грамматику, два раза задела мой слух фраза первая, которую сказала Александра. Шахматы используют оба полушария мозга. Мне кажется, немножко по-другому нужно было использовать эту фразу. Коллеги, если не согласны, я бы немного перефразировала все-таки ее. И второй момент – использование ударения в слове «стороны» или «стороны». В каком случае мы делаем ударение на «ы», а в каком случае мы делаем ударение на «о», на «стороны». Так вот, небольшой экскурс в правило. Если мы используем слово в единственном числе в родительном падеже, то слово будет «стороны», а если мы говорим про множественное число, то «стороны». Если мне не изменяет память, это слово использовала Елена. Если память изменяет, пора пить таблетки. Спасибо, коллеги, за великолепные речи. Очень приятно всегда посещать «Оптиму Форму». Используйте это слово, и я думаю, ваше настроение будет великолепным. Спасибо. Продолжение следует...